сейчас мы посмотрим два флажка я думаю что там конечно ничего нет а может быть и есть люди давно научились летать ну хотя бы для того чтобы диалоги о рыбалке в разгар зимы полетели в астрахань конечно же чтобы ловить рыбу здравствуйте ну вот ты есть наш да пока со льдом все в порядке наверное то время которое вы здесь проведете его хватит чтобы так сказать не замочить ножки испытать все радости от рыбалки по щуке и пауке но надо быть внимательным немного осталось этому льду как раз возможно последний лед может уже случиться так что вот так вот дорогие друзья в середине фактически января мы попадаем на последний лед очень так бывает сегодня у нас хищник делаем все чтобы он был наш вот такая у нас будет жерличка ну вот у нас щука клюет тепло это даже пугает ходить по льду будет очень весело двигаемся мелкими перебежками вот как-то вот так спал готова я готов к рыбалке вроде стоптанули чем полчасика проедем и начну ловить на большой каток выехали дорогие друзья но мы кататься не будем мы сейчас еще чуть-чуть поедем и все-таки какой-то ерик заедем и будем ловить наверное окульяду посмотрим куда у нас опытный егеря базы привезут и и ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рыба есть. Нечего и говорить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Знаете, товарищи, зрители, сейчас я вам что хочу сказать. Паша идет, он решил со мной, значит, не то что поспорить, а попробовать ловить для поиска окуня на более тонкую снасть на мормышку. Мы сейчас посмотрим, у кого результат будет первым и более эффективным. Надо чуть-чуть потерпеть, я буду ловить на балансир, а Паша будет ловить на мормышечку. И посмотрим, какие будут результаты. И результаты не заставили долго ждать. Паша уже ловит. Такой некрупный акуня. Ну, высоко поднимаем армышку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Весьма приличный акунь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Клюет у них там. А завидовать, между прочим, нехорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зрелища достаточно, чтобы сказать, что рыба есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Собрались. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Идите сюда, в уголочек. Вот здесь сейчас попробуем. Там мелкий совсем. Здесь есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, мы сейчас попробуем здесь еще посверлить. Крупного окуня здесь много. Просто его надо поискать. Ай-яй-яй-яй. Это несерьезно. Несерьезно, говорю, товарищи дорогие. Хотя бы, чтобы вот такого ловился. Какой-то мелкий. Ну, на. Ну, ладно, сдвинемся сейчас. В самый уголочек. Попробуем. Что-то мне подсказывает, что здесь можно доловить его. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В такой момент надо быстро сразу же опускать, чтобы стайку сразу привлечь заново. О, живее чуть-чуть. Но активность, большой активности нет. Какая нужна мега-активность? Все клюет. Плохо, мелко, но клюет. Вот, хорошенький попался. Нет, ребята, пошел окунь. Вполне приличный. Двести грамм – самый крупный опуск. Да я могу поспорить. Ну, я отсюда вижу, даже двести нет. Ну, где это? Пятьсот грамм. Ладно, триста. Где-то пятьсот грамм. Да, двести. Где? Триста грамм, если будет, уже хорошо. Ну, да, такие желтловицы... Если б такие, да, только если б такие. Мелко, поэтому лунку приходится затемнять. Окунь – достаточно любопытная рыба. И есть вещи, которые его пугают, но звук особенно сильно к ним не относятся. А вот тень, которая может быть над окуневой стаей проскочить какая-либо, она может испугать реально. Потому что нам сейчас везет, у нас вон лед достаточно темный такой, с прожилками и непрозрачный. Это нам сейчас дает возможность ловить на самой мелкой глубине. По щуке другое дело. Кстати, наверное, нужно бы ей заняться. Ну вот, половили окунька. Не самого крупного, правда, но половили. Сейчас пойдем, попробуем жерлички поставить на щучку. Я так вообще не поймал ничего. Но даже то, что здесь словилось, это мелочевка. Хотелось половить, конечно, окуня вот в трехсот грамм. Поэтому настроение ухудшилось, конечно, ухудшилось настроение. Ну как, Олег, дает окунь? Нет, ты здесь рыбы вообще. Нет рыбы? Да. Ну пойдем щучку попробуем. Щучку? Да. Ну пойдем. Понятно. То есть ни окунь не половили, ни щушки теперь не половили. Посмотрим. Догоняй. Ну что тут скажешь, не везет сегодня Ленону. Через несколько областей протекает великая русская река Волга. Она вбирает в себя тысячи небольших речек и в своей дельте распадается на 500 рукавов. Здесь на раскатах глубина не очень большая. Соответственно, рыбаки не ждут гигантской рыбы. Приехали. Выходим. Рыбу ловить. Рыбу? Тут же рыбы нет. Рыбу ловить. Давай, давай. Вся рыба в Черкидском пруду. В Черкидском пруду. В Черкидском пруду. Вот сюда. Вот здесь. Очень принципиальный вопрос в данном случае. Поставить жерлицу строго под лед в том месте, где мы можем гарантированно быть максимально близко к тростнику, максимально близко, но при этом сделать так, чтобы не зацепиться. Рыба здесь есть и, конечно же, этот тростник кишит щукой. Сейчас мы попробуем в этом убедиться. Выбираем живечко. Если живет слишком буйный, я бы рекомендовал делать вот так. Пол хвостика обкусили, ему ничего. Ну, рыбка стала более спокойной. Рассчитываем продолжить дальше. Не дали окуня половики зерни, сказали щупали. Я жерлицы раз в год в вашем случае использую, а то и раз в два. А вот Саша любит это дело и постоянно пользуется жерлицами, ловит успешный щуп. Я полагаю, что он небольшой, думаю, до двух здесь. До трех килограмм даже боюсь такое слово произносить. Если окунь у нас такой маленький. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Левца у нас. Щука, наверное, 40. Красавица. Приличный размер как раз для той щуки, которую я предполагаю, здесь мы сможем поймать. Она будет не крупная, для нее как раз это то, что будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, наверное, доставим оставшиеся жерлицы вот там, на краешек, и, думаю, можно искать окуня. Все-таки белый лед есть, и так можно попробовать, я думаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я только рыбку поставил, она сразу в бега, куда-то в корягу какую-то не отцепляется. Видишь, это трава, но такой травы вырвать не получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы, как говорится, не привыкли отступать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будем пытаться освободить наш страничок. Посмотрим, куда он там, на какую-то ложку попал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, тростник какой-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас. Дадимся. По округу сейчас богориком оторвать этот тростник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень холодно, товарищи, для зрителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это операция. Вот такая вот обычная травушка-муравка подземная. Не дает ничего отцепить. Два русские никак не знаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще сейчас щуку поймаем. Вот это будет самое интересное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, сейчас займемся отдыхом, ловлей окуня в этом заливчике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратненько сядем на солнышко. Прекрасное астраханское солнышко. Вот он, красавчик. Начнем так. Продолжим так. Рыбка изумительной красоты. Окунь на льду – это, конечно, зрелище, от которого замирает сердце у любого рыбака, даже того, кто никогда не ловил зимой. Бабушка, позови. О, флажок, царь! Сказали, кто флажок. Я его пока не вижу, но где-то там же поворот. Так. Не, нет. Кстати, ты будешь смеяться, это, по-моему, это клюет окунь. Вот он, видишь, это окунь. Видишь? Осталось на нем очень мелкий слег. Вот, видишь, с этой стороны. Вот он его за морду схватил. Слегка покусанная. Буквально прихватил окунек ее и плюнул. Погода в дельте Волги во второй половине января хорошая, но непредсказуемая. Может быть, сказывается близость Каспийского моря. Здесь вам и пронизывающий ветер, и яркое солнце, а то и дождик зарядит. Какие-то странные поклевки. Не очень крупного хищника. Очевидно, что это, скорее всего, окунь. Следов не оставляет, но флажки сдергивает. Зацеп. Будем оцеплять. Раздеваться. Вставать. Я уже не достою. Надо было сразу же это сделать. Нет. К сожалению, ничего не было. Оборвал. Нет, тут как-то неправильно леска зашла. Нет, опять он. Жемец хороший. Вот. Вот только подошел наш оператор прекрасный и тут же перестал клевать. Тут же. Каспийский. Не клюет. На камеру не хочет ловиться. Он стоит, как кновень. Даже не швахнул. Что-то не умирает он так. Ах, ну, такой бодренький, по сути. Хоть два флага сегодня. Не то хорошо. Ну, что же делать? Зато солнце у нас ушло за тучи. Ждем обещанного дождя. Да, погода изменилась, но вроде бы клев хуже не стало. Смотрите, какой цвет красивый. Прямо золотая рыбка. Это что-то хорошее было. Оборвалка. Смотри, прилично есть. Да. О! Смотрю. Оборвал я этот балансир. Пойду на балансирчик попробую. Давай. У нас два флага, но у меня один флаг съела рыбку, сбила. Но рыба не попалась. Ни у кого. Понятно. Это клевал окунь. Есть? Кленуло. Нет, кленуло рыба-то есть? Нет. Алеша. Зря ходили, нету. Все. Пока не получилось. Щука упорно не хотела попадаться. Неужели наши горе-ры... Пардон. Герои-рыболовы так и не смогут поймать ни одной щуки. Нет, это рыба. Рыба? Да. Обратите внимание. В данном случае явно щука есть. Вот катушка. Катушка явно разматывается. Очень красиво все происходит. Вот, может быть, ради этого мы едем в жерличнике, чтобы посмотреть на разматывающуюся катушку. Я думаю, надо вытаскивать. А вот и первая щука. Главное, чтобы она не оказалась и последней. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот опять местные захватили все лучшие точки для жертвы. Третий флаг уже. А у нас помолчание. Я вообще на окня настроился. Ну, сказали, что там не щука, там окня нет. Там оно и есть. Правда, и щуки особо я не вижу. Одна пока у нас поймана. А вон там еще флаг, что ли? Почему нельзя сейчас подсечь? Потому что щука стоит, возможно, прямо под самой лункой, и жилец у нее во рту. Как крючок ориентирован, непонятно. Если же она поплывет от лунки, крючок будет ориентирован внутрь ей при подсечке. И вероятность того, что ты подсечешь ее, она выше. Вот. Вот. Вот была, смотри. На этом достаточно. Будем считать, что нужно ее вот. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, получилось вытаскивание довольно простым, потому что щука запуталась в тростнике, но успела заглотать, что важно. Обрати внимание. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опять мелкий. Ловится в основном на тройник. На рыболову не пользуются, скажем, подвесными тройниками. Максимально упрощают. Ловят на блесну с одинарником, чтобы быстрее сбросить окуни и опять на приманку отправить в лунку, потому что если чуть-чуть отвлечься, концентрация внимания рыбы куда-то исчезает и не клюет. По традиции нашей программы, как только к нам подходит зафиксировать факт выхода в немногочисленный слайд стайки окуней, она моментально куда-то убегает. Ну вот теперь у Ленана виноваты операторы. Это балка грустная, надо признать. Вот Паше ничего не мешает. Ну, почти ничего. Вполне это-то словно. Конечно. Вот у меня размерчик побольше. А вот мы сейчас взвесим. Так что соревнования мормышечника и плеснельщика, мне кажется, заканчиваются очень очевидно. Выпускаем, выпускаем, выпускаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как из пулемета? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, какой толстячок. Солстый. Наверное, грамм на 400 был, может быть, какой-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший, хороший. Это хороший. Вот здесь-то, наверное, полкило есть? Ну, да. Думаю, что даже, может, побольше. Побольше, побольше. Грамм 600-300. Такие должны были бы быть, но, видимо, не сегодня. Мечтать, как говорится, не вредно. Но, с другой стороны, и грех жаловаться. Окунь хорошо клевал в течение всего дня. Клевал он и на балансир, и на блесну, и особенно, как мы могли убедиться на Пашином примере, на мормышки. Ну, а что же все-таки щука? Сейчас посмотрим. Два флажка. Ну, думаю, что там, конечно, ничего нет. А может быть, и есть. Но, просто ждать нет, потому что надо просто проверить. О, рыба! Ее вытащить нам не удастся. Ладно, так сидит. Пойдем дальше смотреть. Мы оставили их на три часа, и вся щука в траве. И мы ее вряд ли вытащим. И здесь есть рыба, но она тоже в траве. Для цепы она завела тот же самый тростник. Выборвать. Рост остается. Вот все. Порвало. Эх, не дотерпели. Променяли щуку на окуня. Вот результат. Минус грузила, минус поводок, минус тройник, минус щука. Сидеть здесь, ждать эту щуку, когда клюет окунь, вполне сегодня прилично. А так, пойдемте вторую оборвем. И по древней рыбацкой традиции о погоде. Погода как изменилась. Еще час назад было солнышко, а сейчас дождик идет. Метаморфозы. Кусочек лотоса. И ветер усилился. Дельта Волги уникальное место. И здесь трудно остаться без рыбы. Но рыбацкое счастье изменчиво и непостоянно. Как погода во второй половине января в Астрахани. В дельте. На последнем льду. Смотрите в следующей программе Диалоги о рыбалке. Джигинг в окрестностях островов Зеленого мыса. Редактор субтитров А.Семкин